И всем привет дорогие друзья, с вами Патрик и в этой серии топ 5 мы обсудим золотые времена танков онлайн, когда был огромный актив и когда рисовались мультики по этой игре. В этом выпуске как раз вы увидите топ 5 самых крутых. Приступаем! Ну а перед тем как мы перейдем к 5 место, хочу посоветовать вам канал StreamTV. На этом канале всего лишь 56 подписчиков, но здесь выходит интереснейший летсплей по таким играм, конечно же танки онлайн, ворлд оф танкс, вар, сандер, евротрак, симулятор, ну и многим другим. Так что ребят обязательно зацените, ссылочку я оставил в описании, а мы переходим к 5 месту. И на 5 место вы поставили мульт под названием Случай на дискотеке, причем было сделано целых 2 серии от автора канала ПБС Энима. Это наверное один из самых знаменитых каналов по анимации в танках онлайн, и еще один мульт у нас будет в топе, но пока немного расскажем об этом. Действие мульта скорее всего происходит на карте Крушения, и здесь у нас собираются все местные танчики на дискотеку, и приехавшая вас по Смоке, к сожалению, видит, что Смоке запрещено заходить в этот клуб. Но продолжение в принципе вы можете посмотреть, не буду вам ничего сполерить. Переходим к 4 месту. На 4 месте у нас снова мульт от ПБС Энима, причем этот мульт наверное один из самых популярных, потому что было выпущено целых 7 серий, ну по крайней мере он был самый длинный. По популярности, ну в принципе каждая серия набирала по полмиллиона просмотров. Действие происходит в лесу, возможно на карте Форест, отсылочка вот такая небольшая. И главным героем у нас является Васпик, который вез кучу кристаллов, который скорее всего заработал на этой карте, и ему встречается злобный Титана Жиг. Вот так я его назову, потому что это все-таки бандит. Ну и он, к сожалению, обкрадывает этого Васпика, даже чуть не убивает его. Но в принципе эту серию вы тоже можете посмотреть до конца, достаточно захватывающая. А мы переходим к 3 месту. На третьем месте у нас мультик, а лучше уж сказать мультики от канала Креатив с косой, но именно в топе, который я проводил в группе, участвовал один мульт, называется Под прицелом. И в нем рассказывается, как Шафт стоит на здании, слушает музыку, и мимо него проезжают различные танки, которые пытаются утащить флаг, заработать кристаллов, и ему пофигу, он тусит там и всех потихоньку убивает. Ну и вот такой достаточно интересный стиль мультика, то есть Креатив с косой достаточно хорошо постарался, интересная концепция рисования. Ну, в принципе, можете посмотреть и другие мульты, потому что тоже достаточно прикольно. А мы переходим ко второму месту. Второе место с отрывом в два голоса занял самый популярный мультик за всю историю Танков Онлайн. Он набрал более 2 миллионов 100 тысяч просмотров на Ютубе. И его автором является знаменитый Удзеро. Причем Удзеро был в двух предыдущих топах. В топе тестбоксов и в топе там, где у нас были различные красивые секретные корпуса и пушки. Но он занимался не только этим, но еще и рисовал офигенные мультики. И вот как раз Battle City vs. Танки Онлайн у нас на втором месте. В этом мультике рассказывается, как старые танки, вот эти Battle City, которые все играли на Sega, на телефонах, и в них вырываются Танки Онлайн. Ну и весьма интересный и прикольный мультик. Я его рассмотрел 5 лет назад, когда он только вышел. И действительно мне очень понравилось. Ну а мы переходим к первому месту. И на первом месте у нас снова мультик от Удзеро. Причем он набрал всего лишь 200 тысяч просмотров на ютубе, но его показали в видеоблоге, так что он тоже получил свою популярность. В мультике показывается, как на карте Кунгур откуда-то непонятно взялся огромный робот. И игроки, которые находились в битве, они не понимают, что с ним делать, потому что он очень огромный, скорее всего непробиваемый. И причем, когда со мной связался Удзеро, он рассказывал, что вот такого робота хотели сделать, как один из тест-боксов, которые были у нас в предыдущих сериях. Но, к сожалению, руки до этого не дошли. Но сам мультик вы можете заценить. А на этом все. Не забудьте обязательно поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. И, кстати, ссылочка на новое голосование уже в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!